Следующий пункт в программе я ждала больше, чем все остальные, потому что это был приют для диких животных. Мы приехали в карантинный центр для диких животных, который называется Велес. Будем сейчас кормить животных и смотреть на лосей и медведей, я надеюсь. И рысей. Не знаю. На самом деле это было очень здорово, потому что Паша нашел спонсоров, и мы, получается, приобрели достаточно большое количество продуктов для этих животных. Плюс к нам присоединился Pet Shop, Pet Product, который привезли порядка двух тонн корма, представляете? На самом деле это так здорово, потому что ты чувствуешь просто такую вот невероятную теплоту, когда участвуешь в каких-то благотворительных акциях, или просто на свободной основе помогаешь кому-то или чему-то, в частности приютам. Ты просто чувствуешь себя частью чего-то такого большого, важного и невероятно доброго, что, ну, это просто не описать словами, это просто, это просто тепло. Я была так безумно счастлива находиться в Велесе. Вообще животные это те существа, с которыми я себя чувствую максимально счастливой. Открывай глаза на счет. Раз, два, три. Она съедает все вещи. И вообще атмосфера в Велесе, она была какая-то просто вот невероятно добрая, даже несмотря на то, что нам рассказывали истории животных, которые попали в приют. Ну, как бы логично предположить, что животные, которые попали в приют, они попали туда не от хорошей жизни. Там были животные совершенно разных уголков вообще России, то есть там от Пскова до Сахалина. Кого-то просто выгнали из цирка, потому что животное уже старое, не могло выполнять какие-то трюки. Там была львица, которую просто еще маленьким львенком подарили какому-то богатому человеку здесь в Петербурге, а она ему была вообще абсолютно не нужна. И это были еще более-менее легкие истории, потому что там были животные, которые практически уже трупиками привозили в этот приют, которых там грызли собаки, которых чуть ли не застрелили охотники какие-то, причем не ради мяса, а просто ради удовольствия. Истории, правда, очень тяжелые. Каждый раз ты просто, ну, у тебя сердце разбивается от того, что как тебе стыдно вообще, в принципе, за то, как с этими животными поступил человек. Но несмотря на то, что я чувствовала вот эту злость по отношению к людям, которые так поступали с этими животными, превалировало у меня чувство благодарности, потому что я понимала, какие ангелы работают в Велесе, которые выхаживают этих животных просто, ну, прямо как детей. Закончилась наша экскурсия по Велесу рядом с таким памятником медвежонка. Вернее, мне показалось, что это был медвежонок, хотя на самом деле это был уже взрослый медведь изображен, причем в полный рост. Этого медведя звали Сеня, и он очень долго прожил в этом приюте. Его доставили в очень плачевном состоянии, то есть он жил в каком-то подвале, не видел вообще солнечного света, именно поэтому он особо не вырос. У него было очень много заболеваний, его держали на очень короткой привязи в подвале, и он вообще не умел ложиться, то есть он спал стоя. И даже первое время, когда его привезли, он даже не мог ложиться. То есть в Велесе все его очень сильно любили, но не так давно, в общем, он умер. И ему поставили вот такой вот памятник, потому что он был одним из первых, кто поселился в Велесе. На годовщину смерти вот поставили вот такой вот памятник с ящиком. Ящик тоже такой особый, если вдруг у вас есть кошки или собаки, которые умерли, и вы хотите им передать привет, вот туда можно написать. Да, бумажки, ручки. Я думаю, что некоторые из вас знают, что год назад у меня не стало моего кота, и, ну, в общем, это до сих пор такая очень тяжелая для меня тема. Короче, представляете, при куче незнакомых людей я просто реву, и не могу остановиться вообще. Ну, в общем, написала я письмо Улису, я очень надеюсь, что она у него уже сейчас в руках, если я не его передал. Ну, в общем, очень такой эмоциональный момент был. Продолжение следует...